Редкие, но всегда массовые детские турниры по теннису проходят в нашем городе. Соревнований для подрастающего поколения в этом виде спорта немного. Поэтому теннисисты Дальнего Востока вместе с тренерами и родителями с удовольствием выступили на уссурийских кортах. Теннисные матчи длились несколько часов, поэтому соревнования растянулись на несколько дней. Чтобы судьи отдали однозначную победу игроку, он должен выиграть три или пять сетов. Было непросто, но я рассчитывал на победу и я очень рад. Тёплая и сухая погода позволила противникам встретиться у сетки под открытым небом. В турнире приняли участие около 50 спортсменов Дальнего Востока. Соперничали те, кто не имеет пока права участвовать в общероссийских соревнованиях. К сетке вышли дети от 8 до 14 лет. Детский спорт – это в основном трудная работа с энтузиазмом, с терпением. Дети – они все разные, индивидуальные, и вид спорта индивидуальный. Потому что, если взять любой другой игровой вид спорта, там команда, там друг за дружкой тянется, а здесь они соперники. Однозначного мнения об игре под открытым небом у спортсменов нет. Если теннисист попадал на невыигрышную сторону, то его слепило солнце или сильно обдувало ветром. Но есть и те, кто напротив ценил игру именно на открытой площадке. Слежий воздух, ветерок иногда, и он облегчает игру. Теннис зародился как королевская игра. Он был популярен при дворе французских, английских и испанских королей. С того момента прошло больше шести веков. Мнение, что это дорогой и престижный вид спорта, актуально и сейчас. Поэтому среди детей не так часто можно увидеть новичков. Теннисная ракетка и форма. Форма может быть любой. Шорты, футболка. Ну, теннисные ракетки сейчас стоят порядка двух-трёх тысяч. Есть, конечно, и дороже, но начинать с такими ракетками вполне можно. Среди уссурицев только Максим Сухомлинов дошёл до медалей. На его счету серебро. Все остальные награды разобрали гости из краевой столицы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.